Предание Индии далёкой. Дэви Махатмиан. Глава шестая. Убийство Тхумуралачана. Ты смелость, честь и доблесть демонского клана. Мегеру эту силой во дворец мне притащи. Узнай, негодница, всю глубину страданий. Несчастная, теперь душой и телом трепещи. Не ценишь, если наших царственных стараний. Убей тотчас любого, мой могучий генерал. Отважится, кто выступит в её защиту. Команду чётко полководец тотчас же отдал. Своим бойцам из бронзы будто бы отлитым. В шесть тысяч опытных, проверенных в боях солдат, долины Гималаев панцирем сковали. Чертей глаза лихим огнём решимости горят. Ладони крепко копья из секиры сжали. «Приди безропотно на очи нашим королям», — сказал Тхумуралачан и к Дэви, обращаясь. «Иначе во дворец за космой потащу я сам. Тебе страдания и воли причиняю», — ответила богиня. «Нам того не миновать. Должно, что будет в жизни каждого случиться. С такой армадой, если сможешь ты меня забрать, придётся мне с судьбой неласково и смириться». Едва лишь воевода с гиком двинулся вперёд. Волною звука «Гум!» злодея в прах растёрла. На выдохе бесстрастно амбика сомкнула рот. Навстречу выступая, руки распростёрла. Враги, нежданно так оставшись в поле без вождя, в порыве злости и ярости пошли в атаку. Закрыло солнце тучами железного дождя, прелюдии грядущей беспощадной драки. Тогда свирепый, злотогривый Джагадан-былев метнулся в чащу демонов лихим пожаром. Растерзывал тела клыкастый беспощадный зев, свистели лап когтистых жуткие удары. Ужасный, самый непрестанно издавая рык, топтал, в иных вгрызался, сердце вырывая. Тонул в кромешном шуме битвы жертвы дикий крик, и таяла бесследно бешеная стая. В один момент вся армия разбита в пух и прах. Одним лишь только львом, ваханой этой Дэви, поник головой гонец, с трудом удерживая страх, кляня судьбу, что не погиб в зверином череве. Дурной вестью был король до крайности взбешен. Глаза налезли кровью и дрожали губы. Тотчас направил он в поход элитный регион, оружием блещущий, ревущий маршем в трубы. Недолго думая, монарх Дэитев приказал, командовать войсками будут Чанда с Мундой. Пандем великих асуров успешно воевал, вдвоем справляясь лихо с делом самым трудным. Свободу полную я, генералы, вам даю, свяжите мне ее, за волосы тащите. А коль не сможете задачу выполнить мою, то чем сразить Мегеру, сами там решите. Когда же в битве раненая окажется она, повержен насмерть будет Дэви, лев хваленый. Спешите маршем во дворец, без отдыха и сна. Расчета с ней ждет мой разум, распаленный. Здесь кончается шестая глава Дэви Махатмия под названием «Убийство Тхумралачаны в Маркандея Пуране в период Мануса Вагни». Спасибо. Спасибо. Спасибо.